9 мая в амфитеатре на берегу реки Исиль звучали песни военных лет. В столице состоялся праздничный концерт под названием «Отангахзмет Лаурмет», посвященный Дню Победы. Кроме того, коллектив русского драматического театра имени Горького представил зрителям театральную постановку. Подробности в следующем материале. Концерт «Отангахзмет Лаурмет», приуроченный ко Дню Победы, собрал людей всех возрастов и поколений. На несколько часов они перенеслись в далекий 1945 год, когда настала долгожданная победа над захватчиками. Помнить и не забывать. Эти слова, пожалуй, лучше всего передают настроение зрителей, многие из которых пришли с внуками. Ведь Великая Отечественная война и победа коснулась каждого человека, находившегося в зале. И все хорошо знают, какой ценой она досталась. А потому песни военных лет никого не оставили равнодушным. Вечная память в наших сердцах. С праздничным настроением, чтобы вспомнить этот чудесный день, когда наступила наша долгожданная победа над немецко-фашистскими захватчиками. Это для нас очень такой праздник. И хороший, и грустный одновременно. На сцене выступили ансамбль народной музыки Сарарка, Государственный театр танца НАСС, Духовный оркестр Государственной академической филармонии имени Рахмадзиева, Театр танца Терра и другие победители республиканских и международных вокальных конкурсов. В первую очередь посвящается ветеранам, труженикам тыла. Во-первых, это почти дань уважения ветеранам, которые своим подвигом, благодаря их подвигу, мы сейчас живем под мирным небом. И всегда мы должны об этом помнить, проявлять всегда заботу о ветеранах. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. В этом году на всю страну их осталось всего 222 человека. И кому как не им знать, как дорога победа и насколько хрупким является мир.